Грантовая система набирает все большую популярность. Процесс получения федеральных денежных средств непростой, но открывает участникам программы большие возможности реализации интересных проектов. Осенью прошлого года в Видном уже проходил форум по вопросам получения грантов. На днях мероприятие повторилось. Оно состоялось во Дворце спорта, его посетило более 50 человек. Гранты нужно писать. В регионах это развито на большом уровне. Это привлечение, во-первых, конечно, федеральных денег. И когда мы сами зарабатываем деньги, мы понимаем ценность денег. Мы понимаем, что наш проект прошел, и будет потом желание дальше писать эти проекты. Эти проекты мы можем, эти деньги кинуть на то, что мы хотим приобрести. То есть это не муниципальное задание, а это именно то наше желание, что мы хотим. В этот раз обучающий семинар практикум проходил при поддержке торгово-промышленной палаты. На примере конкурсантов грантовой системы участникам встречи рассказали, как заполнить заявку, чтобы проект имел шансы на победу. Я надеюсь, как бы те знания и тот опыт, который здесь будет рассказан и передан, вы используете и воплотите в своих проектах. И, в общем-то, действительно, это мероприятие, я думаю, оно будет не последнее. И я думаю, в этом году и форум у нас состоится, немножко в новом формате, с новыми людьми. Обладатель денежного гранта в размере более 400 тысяч рублей Анна Асташкина отметила, насколько важно подробно описывать свой проект. Руководитель творческого коллектива в деревне Дроздова сразу предупредила присутствующих, что работа над заявкой займет много времени и сил, поэтому заполнять ее следует командой, включая бухгалтера. Анна Валентиновна писала это одна, и для меня это было сюрпризом. Вот вы видите статьи бюджета, которые представлены в гранте. Например, мы запросили тросовую дорогу, тросовая дорога у нас оказалась в оборудовании, а доставка, оплата работы, она у нас оказалась в зарплате. То есть, с нашей стороны, это неверно. То есть, это все нужно расписывать очень четко. Еще один местный житель удостоенный гранта – президент Федерации футбола Ленинского городского округа Александр Дмитрашко. Перед получением гранта было принято решение получить статус социально ориентированной некоммерческой организации. Что это дает? При равнозначных условиях и показателях ваших на заявках, на конкурсах, на гранты, если два одинаковых учреждения, но у одного из них есть статус социально ориентированный, подтвержденный, внесенный в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, то это дает дополнительные баллы для прохода выше, соответственно. Также Александр Дмитрашко отметил, что заявителям необходимо предоставлять перечень полезно-общественных услуг, которые оказывает некоммерческая организация. Подводя итог, президент Федерации поделился с коллегами своим наблюдением, что грантовые фонды отдают предпочтение социально ориентированным организациям. Юлия Погостьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.